Есть ли у кого-то еще вопросы? У меня есть вопрос относительно моего имени. Мое имя означает Божественность, полное блаженства. В то же время. Также я хочу спросить о пятой чакре. Расскажите что-нибудь о пятой чакре и о моем имени. Этот человек получил саньясу Орша. Когда вы получаете имя, все меняется в вас. Ваше имя означает ваши возможности. То, что вы должны получить. Вы должны получить Божественность, любовь или разные вещи. Все имя означает, вы должны идти туда и получить то, что предназначено. Главное быть любви. Каждый имя означает, как вернуться к себе, к своей осознанности. Когда вы приходите в себя, вы увидите, что там только любовь. Ваше имя означает ваши возможности, которые вы должны достичь. Любой имя означает, как вы должны стать Анандой. Это то, чего вы должны достигнуть. Это то, чего вы должны достигнуть. А насчет пятой чакры, это Божественность. Когда энергия приходит в пятую чакру. Это важно. Когда в энергии находится четвертая чакра, это любовь. Сердечность. Чистая любовь. Никаких условностей. Только любовь. Никакой. Нет, такое ощущение, что, ой, я даю то, пятое, десятое. Неслаждайтесь. То есть никаких преимуществ. Он должен ослаждаться своим ароматом. Ароматом любви. Когда энергия в сердце, он наслаждается, и в силах тоже наслаждается тем, что исходит от вас. Он становится полным, полным любви. Условный любовь имеет эмоции. Мужчина, женщина, семья. Делайте то, что другое, любовь уходит. Отец, например, говорит. Делайте то, что нет, и любовь заканчивается. Жена говорит, делайте то, что любовь заканчивается. В любом моменте все может измениться. Эмоционально. Утром. Такое будущее есть. Через 3 часа ненавижу тебя. Дальше больше любви и ненависти приходит. Вы уже просите о существовании. Уберите его с моих глаз. Вы начинаете кричать друг на друга. Уходи зимой от дома. Оставь меня одного. Часто такое случается. Я вас спрашиваю. Здесь есть парень. У кого-то парень, девушка. У кого есть пара? Кто такие вещи никогда не помогает? Подняйте руку, когда человек был доволен своей парой. Никогда на него не кричал. Оставь меня одного. Ты моя любовь. Ты мой свет. Ты моя любовь. Только эти слова. Кто такие вещи говорил? Я спрашиваю. Ни одна пара не говорит, что такое между ними происходило. Или не происходило отрицательного. Я тебя не люблю. Оставь меня одного. Это какая-то ди к черту, короче. Такое часто это случается. В каждой семье. У каждой пары. Каждая пара имеет одно и три. Эмоции меняют вас. Если ваши какие-то мечты сбываются, все хорошо. Но когда не сбывается, все. Ничего мне не надо. Совсем покончено. Потом вы снова. У вас рождается эта надежда. Может, в другое время все будет хорошо. В следующий раз все будет прекрасно. Это все иллюзия. Наступит время. Время любви. Радости. Когда будут только наслаждаться любовью. Такого может никогда не случиться. Никто не пришел. Он не убил меня за мои слова. За то, что я вот такие вещи говорю. Эмоции. Эмоции. Между людьми происходит любовь и ненависть. Они приходят одновременно. Сначала может прийти любовь, потом ненависть, потом наоборот. То есть все время в такое состояние пограничное. А когда вы полны любви, все прекрасно. Но это любовь, любовь мастера. Любовь это желание всегда делиться, отдавать. Постоянное отдавание. 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 Деление. Вот это настоящая любовь. Когда вы готовы только делиться. А когда вы влюбляетесь, может быть эта личность будет принадлежать мне, быть моей женой, моему мужу. Будь моим. Ведь она может стать моей. Любовь тогда спит. Начинается все с любви. Но потом мы заспаем. Вы наслаждаетесь любви. О, я люблю. Все прекрасно. Красиво. Но когда вы начинаете встречаться, любовь уходит. И они не понимают, почему любовь уходит. И вы не понимаете, ну куда ушла любовь. Было все так прекрасно. Когда вы хотите быть вместе, это значит, я хочу, чтобы ты была моим, ты была моей. Важное слово для вас это моё. Как только приходит чувство моё, мой, сразу уходит любовь. Тогда появляется любовь. Когда приходит любовь, наслаждайтесь. Каждую минуту. Вы можете наслаждаться неделю, две, месяц, год, два. Но как только вы хотите захватить кого-то, сделать своим, своей собственностью, как только женщина дошла в вашу комнату, любовь ушла. И между вами появляется дистанция. Слово «май» связывает вас, склеивает вас. А любовь, когда вы влюбляетесь, вы всё ближе и ближе подходите. А затем вы склеиваетесь. И нет даже щели, куда бы могла проникнуть любовь. Вы же склеиваетесь, как туда может любовь проникнуть? Она, наоборот, вытекает из вас, потому что нет там пространства для любви. А чем вы дальше друг от друга, тем больше любви. Изнутри исходит эта любовь. Чем больше дистанция и расстояние между вами, тем больше любви между вами помещается. Энергия начинает, энергия любви начинает речь. Любовь – это не та вещь, которую нужно иметь, говорит каждый мастер. И это правда. Итак, вот эта пятая чакра. Когда ваша энергия двигается из сердца в горло, начинается спокойствие, молчание. Спокойствие. Ничего. Ничего. Это настоящее расслабление. Правильный релакс. Вы полностью умолчание закрываете глаза. Ничего у вас внутри. Нет внутреннего диалога, разговора. Полное спокойствие. Когда вы находитесь в этой чакре, вы чувствуете блаженство, божественность, и вы начинаете делиться. И когда вы один, это все появляется на вас. Божественность начинает двигаться. Энергия божественности. Когда энергия находится на уровне пятой чакры, все прекрасно. Но как только она поднимается, энергия выше. Энергия выходит через рот, через уши, через глаза. А шестой центр – это между глаз. И туда достиг энергии очень сложно. То есть, почему во время медитации нужно закрывать все сенсорные источники глаза, чтобы энергия не вытекала оттуда. Поэтому, когда вы достигли пятой чакры, далее можно сохранять как можно дольше молчания, быть спокойным. И тогда энергия потечет дальше. Сегодня начинается медитационный ретрит. Випасана. Три сессии по одному часу. Випасана – это медитация, в которой вы можете сохранять энергию очень хорошо. Очень безопасно. Ваши энергии не выглядят во вкус. Вы не наблюдаете за своим дыханием. У вас ничего другого не устраивает. Самое главное – вы должны быть заинтересованы своим дыханием. Ваша голова закрыта, вы не наблюдаете, кто что-то делает. Это для вас не важно. Самое главное, что ваша энергия находится в вашем центре, и вы наблюдаете за своим дыханием. Если вы находитесь в Випасане в цели Евгения, находитесь сам с тобой везде. Старайтесь сохранить всю эту энергию. Энергия доходит до уровня лба, и она начинает… Открывается шестая чакра. Я помню, когда я был с мастером, ходил в ашрам. После сатсанга, когда он заканчивался, я сидел в молчании, наблюдая за своим дыханием. Если появлялось какое-то чувство, я наблюдал, потом снова возвращался к дыханию, и что-то появлялось. И такое чувство, что-то выталкивается из моего голова. Ничего меня уже не интересует. После этих наблюдений я не научился, допустим, бегать за девушками, искать секс. Я уже не думала об этом. Я считала, что после этого никакой секции не случится. И со мной случалась большая тантра. И я иногда удивлялась, потому что моя энергия не там. Моя чакра изменилась. Когда твоя чакра изменилась, автоматически вы не чувствуете эту чакру. Когда твоя энергия покидает вашу сексуальную чакру, вы уже не ищете ее или секс. Ваше вы не голодное, так как эта чакра проработана практически, вы не задерживаете основу. Энергия не задерживается, вы уже не думаете о ней. И когда секс, оно поднимается вверх. Когда вы достигаете вечных чакр, вы не входитесь в блаженность и спокойствие. Чем быстрее вы придете в свою реальность, в свою действительность, когда вы узнаете себя, тогда мир изменится в вашем развитии. Субтитры создавал DimaTorzok